Утро Карачаева-Черкесия приветствует вас. Если сегодня будет дождь, то будет хороший урожай. О погоде чуть позже, а сейчас о новостях сегодняшнего дня. Карачаева-Черкесия с начала 2024 года нарастила отгрузки овощей в регионы России. С территории республики было отгружено более 8 тысяч свежих овощей. Об этом сообщают в Северокавказском межрегиональном управлении Ростельхознадзора. Отгружались преимущественно огурцы. География поставок охватывает 22 региона. Самые большие объемы овощей поставляются в Московскую область. Росту объемов производства способствует комплекс мер государственной поддержки. От правильно выбранной профессии порой зависит будущее человека, поэтому очень важно не ошибиться. Прикубанский центр занятости населения организовал встречи учащихся выпускных классов с представителями высших и среднеспециальных учебных заведений с целью познакомить школьников с профессиями, которые пользуются устойчивым спросом на рынке труда. Мадина Каракетова подробнее. Ученица 9 класса средней школы села «Счастливая» Милана Каркмазова предполагает, что ее профессия будет связана с медициной. Окончательного решения она еще не приняла, поэтому это встреча, и предлагаемые вузами презентации будут для нее весьма полезны. С большим интересом Милана приняла участие в мастер-классе по сердечно-люгочной реанимации, проводимом студентами медицинского института Северокавказской государственной академии. Из короткой лекции, предшествовавшей мастер-классу, Милана узнала много полезных нюансов, важных при оказании первой медицинской помощи, что, по ее словам, может пригодиться в жизни, даже если ее выбор пойдет на совершенно другую сферу. В каком положении нужно держать руки, какое положение должно быть у человека, проверить безопасность свою пострадавшего, что не надо кричать в толпу, чтобы вызвали скорую, попросить определенного человека или самому позвонить в скорую, описать примерное состояние пострадавшего. Попробовала тоже сделать прямо массаж сердца. Понравилось? Да. Помните, оно понравилось. На встречу пригласили более 200 школьников 9-11 классов. Учреждения высшего и среднепрофессионального образования провели презентации по направлениям обучения, которые они предлагают сегодня абитуриентам. На сегодняшний день правильный выбор профессии очень важен. Для чего? Для того, чтобы завтрашний наш день был светлым. Это во-первых. И на сегодняшний день мы же все прекрасно, все видим, как в мире все происходит и на какой уровень поднялся наш технологический весь уровень. Поэтому профессиональные специалисты нам в стране необходимы. Выбор профессии – непростое дело, и необходимо учесть множество факторов и, в первую очередь, востребованность специалистов. Школьники внимательно слушали каждого спикера, знакомились с презентациями, обменивались контактами. По словам специалиста управления молодежной политики и социальных проектов Качагу, Марата Айбазова, будущие студенты весьма активны. Большой интерес у ребят, они подходят, задают вопросы. И мы надеемся, что мы смогли достичь сюда их сердец. Будем рады их видеть уже в сентябре, уже в рядах нашего университета. Среди наиболее привлекательных факторов, способных повлиять на выбор образовательного учреждения, школьники назвали наличие бюджетных мест и возможность получения стипендии. В некоторых вузах она достигает 25 тысяч рублей. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашебуков, Вести, Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. И заглянем в календарь неформальных праздников. Сегодня день апрельских ливней. Лучший способ отметить – прогуляться весело под дождем. Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите Вести на Ногайском языке. Удачной всем рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дочи гроза, ночью и утром в отдельных районах сильный с градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Ветер западный 6,11, температура ночью 6,11 в горах до плюс 6, днём 19,24 градусов тепла и местами до плюс 15. В Черкесии ночью кратковременные дочи гроза, днём бессущественных осадков. Ветер западный 6,11, температура ночью 9,11, а днём 21,23 градусов тепла.